Кыргызстан. Ток-шоу «Откровенный разговор». Секрет успешного приготовления блюд – это прежде всего хорошее настроение. Так считает поэт-публицист Кулинар Даниардзе Химбаев. Все внимание на экран. Имя Даниара Дзеркимбаева стало в Вишкеке особенно популярно после выхода в эфир кулинарной программы. А за пять лет до старта на ТВ он опубликовал серию нашумевших статей с критикой обслуживания и качеством приготовления еды в столичных кафе и ресторанах. Профессиональный повар, специалист в области питания, более 20 лет проживающий в Германии, в Кыргызстане не просто частый гость. Ему удается жить на две страны. У Даниара несколько проектов в области повышения качества питания. Причем все они реализуются на благотворительной основе. Сам себя Даниар считает поэтом, публицистом, мастером слова. О том, что заставляет самодостаточного и состоявшегося человека, вновь и вновь говорить нам, кыргызстанцам, о необходимости повышения качества питания, почва для размышлений всерьез. Сегодня известный поэт, публицист-кулинар Даниар Дзиркембаев встречает этот вечер вместе с нами. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Есть такое расхожее выражение «человек есть то, что он ест». Абсолютно верно. Насколько оно правдиво? Это действительно утверждение философов Древней Греции о том, что нации есть то, что они едят. И, наверное, отсюда и человека тоже. Как вы считаете, в Кыргызстане есть культ еды? Существует не только культ еды, а вообще. Это, конечно, относится к традициям, но эти традиции очень крепко связаны именно с едой и с питанием, потому что питание занимает ключевую роль в гостеприимстве кыргызов. Питание занимает ключевую роль в жизни, быть и так далее. То есть, если мы, скажем, возьмем европейскую культуру, там в гостеприимстве питание играет не такую важную роль, а второстепенную. У кыргызов очень важна роль, куда тебя посадят, какой кусок мяса тебе дадут и с чем тебя отправят домой. От каждого этого элемента зависит то место в иерархии, которое ты занимаешь. По сути, в Европе, в Америке нет разницы, куда тебя посадят. Ну, присел человек за стол, и слава богу. А у нас в Кыргызстане, вот мои друзья, когда приезжают из-за рубежа, они говорят, слушай, такое ощущение, как будто 20 часов вы проводите за столом. Да, вот такой культ еды. Разница в том, какую тебе кость подадут, куда тебя усадят. Это, в принципе, если исходить из исторического контекста, ну, имеет такой традиционализм. Но очень многие придают этому особое значение. Наши национальные традиции, они в некоторых моментах имеют сильные перегибы именно в питании, поскольку устраивают такие большие тои, на которых режет немыслимое количество животных, и столы усыпаются мясом просто так. Это не в каждом народе такое можно увидеть. И действительно, европейцы входят в ужас, когда видят такое количество мяса и говорят, разве можно столько съесть? Ну, видимо, если это присутствует вот в нашей жизни, то, наверное, это какая-то часть культуры, часть истории этого народа. Когда вы переехали в Германию, с какими стереотипами и с какими привычками вам приходилось бороться? Ну, я переехал в Германию в достаточно молодом возрасте. Мне было тогда 24-25 лет. И, в принципе, тогда у меня был еще не сформировавшийся характер. Потом, вспомните, ведь это было советское время, только закончилось советское время. Я в 1994-1995 году, наверное, переехал. И вот только это все развивалось, только начиналась молодая Киргизия, так сказать, свободная, демократичная. И тогда еще не было таких вот, можно сказать, негативных сторон, развитых в народе, как я вижу сейчас. Ну, есть, конечно, позитивные, но вижу очень много того, что развилось в последние годы уже негативного. Я предлагаю сейчас вот стартовать нашим представителям ресторана «Москва», которые приготовят нам в конечном итоге и в кульминации представят свои блюда. Это ваши ученики, это ваши коллеги. Разия, Ислам и Азиз, пожалуйста, приступайте, а то вы замерли и смотрите на нас. Возвращаясь к нашему диалогу и говоря о тех привычках, которые необходимо все-таки задуматься над ними и жить, вот что бы вы могли отметить? Вот те традиции, да, те постоянные тои, нескончаемые причем. Вы частенько бываете, кстати, на мероприятиях? Нет, может быть, мои радости, я бываю не так часто на таких мероприятиях, но, вы знаете, мне кажется, что, в принципе, само гостеприимство и само отношение к застолью – это очень хорошо. Но очень часто это связано с пафосом, очень часто это связано с тем, что люди это делают для того, чтобы только показать кому-то, что он есть лучше, чем на самом деле. Или, может быть, он делает это потому, чтобы о нем кто-то что-то не сказал. То есть у крыльевов есть такое слово – уяд, стыдное. Говорят, вот если мы это не сделаем, уяд. А что народ подумает, да? Да, что народ подумает. Если умер дедушка, который, скажем, был уже очень старый, и уяд, надо лошадь зарезать. У людей нет. Не, ну хорошо, если только лошадью обойдется, а то и корова, и бараны в ход идут все. И люди остаются на многие года в долгах. Уже этот дедушка уже сам, наверное, был бы не рад знать, что он после себя столько долгов оставил. И так оно и есть. Или свадьбу провести. Тоже проводят свадьбу. Опять же, вкладывают огромное количество денег. И эти деньги, опять же, нужно каким-то образом потом вернуть. Долги и кредиты и так далее. Проблема. Поговорим о том, что говорят. Вот стыдно, о чем скажет народ, да? Очень многие мужчины Кыргызстана, вы наверняка сталкивались с этим мнением, значит, считают, что мужчина стоять у плиты не должен. Стоять у плиты зазорно. То есть вот как переубедить мужчин, что они должны уметь приготовить? Потому что я, допустим, своих сыновей приучаю и говорю, мальчики, вы должны готовить вот как минимум борщ, плов, манты. То есть вы должны уметь накормить вот всю семью, да? Допустим, когда некогда, предположим, второй половине. То есть они, естественно, играют в этот момент какие-то кыргызские понятия. Они говорят, как? А что жена? На что жена, да? То есть даже вот таких молодых людей, вот этот стереотип во главе всего. Что вы скажете? Мне кажется, что здесь не должно быть гендерного какого-то разделения. Мужчины, они испокон веков были охотниками. Мужчины всегда занимались разделкой мяса. Ну, если человек, где-то ему удалось убить, может быть, вала или, может быть, мамонта или еще кого-то, то он, конечно же, должен разделать это, женщине не под силу. Потом он должен уметь приготовить это мясо. Ведь и у кыргызов тоже, и спокон веков, мясом занимались мужчины. У казанов стояли мужчины, варили всегда мужчины. А женщины только исключительно готовили там, может быть, лапшу. И уже в конечном счете только подавали на стол. И то за столом мужчины-кыргызы всегда режут сами мясо на бешпармак. То есть это тоже прерогатива мужчин. Поэтому говорить о том, что мне жена что-то должна приготовить, приготовить, ну, я не думаю так. Я думаю, что кулинария – это равные понятия. Это как музыка, как живопись. Этим должны заниматься и мужчины, и женщины, если им это нравится. А если не нравится, то тут уж никак не заставишь. Говорят, что самодостаточный человек даже наедине с самим собой счастлив. Да, потому что испытывает ту гармонию души и сердца. И, по сути, ни в ком не нуждается. Но, слава богу, что вы не один. Кто чаще всего, положи руку на сердце, в вашей семье находится у плиты? Ну, чаще всего, конечно же, я нахожусь у плиты. Когда я дома нахожусь, то да. Потому что у меня жена, ну, так уж сложилось исторически, что я всегда готовил. Жена, конечно, готовит у нас определенные блюда, но все-таки дети любят, когда готовит папа. И поэтому я всегда занимаюсь кухней. И, ну, и потом мне очень нравится это, поскольку это творчество, и я с удовольствием отношусь к нему. Для вас небольшой сюрприз. Мы дозвонились в Германию вашей супруге Оксане. Все внимание на экран. На мой взгляд, он кулинар большой буквы. И он очень огромный человек. И одно из его достоинств – это кулинария. Очень добрый человек, открытый, всегда готов помочь. Человек исключительный, на мой взгляд. Потому что я его очень люблю, и мы его все очень любим в семье. Он любит нас. Это его достоинство. Он такой светлый, теплый, как солнышко. Ну что, стоит поаплодировать, да, такому мнению. Сколько вы в семейном союзе? Так получилось, что я с женой шестого класса за одной партой сидел. И в шестом классе я ей предложил отнести портфель до дома, донести. И вот мы жили, в принципе, по соседству, через дом. И где-то завязывалась наша дружба, которая впоследствии… Пустышно донесли портфель. Да. Которая впоследствии уже переросла в любовь. И когда я вернулся из службы в армии, в 90-м году мы поженились. То есть, ну, если считать со времен дружбы, то, наверное, лет 35 уже мы вместе общаемся. Скажите, Данияра, а ваши дети унаследовали кулинарные пристрастия? Да, сын тоже любит готовить, и дочка любит готовить. Но они все равно, они уже как-то вот по-европейски ко всему относятся. Они больше, вот, сын, например, он больше любит с огнем, когда гриль, когда шашлыки, когда вот он занимается именно этим. Ему очень нравится это, рыбу погрилить, шашлыки, колбаски там и так далее. А дочь, она больше пошла в направление кондитерского. Она любит вот торты, пирожные делать, вот такие вот печенья делать. А квалификацию повышает у вас? Ну, я стараюсь их учить, как только могу, хотя, конечно, занимаются они совершенно другими. У них вообще направление другое, они хотят развиваться в других профессиях. Но, в принципе, где-то у них все равно отложилось вот это вот отношение ко вкусу. Переходя на короткую рекламу, напомню об официальном партнере ток-шоу «Откровенный разговор» чайной компании «Алаказай». Помните о том, что это демократичные цены и качество продукции. Компания «Алаказай» использует только верхние слои чайного листа. Тема детского питания в школах и детсадах постоянно на слуху. Недавно наша съемочная группа посредством скрытой камеры представила нам общую картину. Все внимание на экран. Настоящие традиции чаепития так же вечны и незыблемы, как горы родного края. Так же чисты и прозрачны, как вода в горной реке. И так же прекрасны, как юная девушка среди цветов. «Алаказай чай» – удовольствие в каждой чашке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в студии у нас известный публицист, поэт, кулинар Дениар Дзиркембаев, который известен нам, кыргызстанцам, в большей степени, конечно, по кулинарной программе. Если говорить о ресторанном бизнесе, ваше наблюдение, вы проводили аналитику. Вот ресторанный бизнес лет 10 назад, 5 лет назад. Я помню вот как-то ваши нашумевшие эти статьи, комментарии, критика, которая звучала в адрес ресторанов. Возымело успех? Конечно. Посмотрите, что было, допустим, 10 лет назад. Вернемся туда немножко назад. 10 лет назад люди перешли в кафе. Все кафе практически были забиты. И в какое бы кафе вы ни приходили, там вам обязательно предлагали ту же солянку, ту же фрикассе, ту же мясо по-купечески, скажем. Ну, были определенный набор блюд, которые в каждом из кафе было одинаковым. Было очень мало различий, и новых продуктов также не было. Сегодня мы уже смотрим с вами, дальше стал развиваться уже кофейный бизнес. Кофейни уже потом появились, да, сейчас у нас кофейни. Уже в городе очень много, даже вот в Нарыне открыли кофейню. Сейчас тенденция пошла на столовую. Сейчас город Бишкек превращается в столовую, в одну общую столовую, в которой... А это хорошо или плохо? Это отражение экономического положения страны, да, то есть когда были деньги, все сидели в кафе, в ресторанах, денег нету, сейчас все переходят в столовую, все кафешки перепрофилируются на столовую. А вот интересно, какой аспект далее? Какая сегментация? Вот были рестораны, потом кафе, сейчас столовая, а дальше юрты? Ну, перспектива, нет, перспектива может быть, там либо может быть разделение, что пойдут фудкорты, фастфуды, развитие очень сильное вот этих вот шаурмы и прочего, что есть, или может быть все-таки, если ситуация наладится, то опять же вернется на сегмент кафе и так дальше уже там будет развиваться. Поэтому мне трудно сказать. Сегодня мы задели тему школьного питания. Я помню, что вы критически выступали относительно питания школьников из столицы в том числе, что выделяется малая сумма, что, по сути, комплектация вот обеда совершенно на низком уровне. Вот что можете сказать сегодня? Детское питание действительно, на самом деле, очень сложный вопрос, поскольку здесь, вокруг детского питания, ну, во-первых, будем говорить так, крутится большой бизнес. Нам кажется, что детское питание – это просто ребенок и пирожок. Но если мы возьмем в денежном эквиваленте, то в школе там может быть 2 тысячи, 3 тысячи человек, каждый пирожок стоит 20-30 сомов, скажем, да, и это огромные деньги, которые крутятся вокруг этого ребенка. А как вы считаете, вообще, вот тот же пирожок, он должен быть в комплексе питания? Может быть, рассмотреть здоровое питание? Ведь генная инженерия и все прочее не нами придумано и не сегодня, и не вчера. Я работал в Германии в одной компании, которая занималась детским питанием. И вот технологом этой компании, будучи, мы разрабатывали питание. И очень много есть аспектов для детского питания. Но на 14 сомов или на 15 сомов, которые предлагают, это накормить ребенка просто невозможно. Это абсурд. И поэтому здесь, конечно, необходимо и участие родителей. Те же 15 сомов можно добавить со стороны родителей, уже сделать какое-то более-менее взвешенное, витаминизированное питание, потому что детский организм, он требует определенного количества микроэлементов, витаминов, минеральных веществ и так далее. То есть, если мы в детском возрасте ребенку не дадим этих основ, то в перспективе возможно, что у него возникнут или разовьются хронические заболевания. Дениар, вот подошли к самому важному. Вы заметили, что болезни и недуги, они помолодели очень сильно, да? И вот вернувшись к разговору о генной инженерии, мы говорим о том, что ГМО повсюду, да, и великие державы, по сути, вот осуществляют такую шифровку код отсева. Что вы можете сказать на этот счет? Да, существует, видимо, такая международная экспансия в отношении ГМО, поскольку ГМО или генномодифицированные организмы, их влияние на здоровье человека до сих пор неизвестно. Для этого нужно несколько поколений. Ну, первые ГМО там с 1976 года начали развиваться, то есть они, организмы эти получали дальше развитие, развитие. Как будут влиять они на человека, неизвестно. И поэтому современные сильные цивилизационные государства, они принимают меры защиты. Ну, скажем, Евросоюз против ГМО выставляет определенный ряд законов, и эти законы начинают действовать. Поскольку ГМО, оно находится не только в тех продуктах, которые мы с вами едим, там, кукуруза, сои и так далее, оно находится в питании животных. И от животных мы получаем это мясо, и думаем, что там нет ГМО, а оно может быть. Как противостоять этому? Вот простому кыргызстанцу, у которого средний заработок, вот как противостоять? От каких продуктов в целом отказаться? И может ли вообще кыргызстанец противостоять? Очень сложный вопрос, поскольку в Кыргызстане очень много продуктов, завезенных извне, и в частности из Китая. Китай сам, у них там миллиард с лишним населения, они сами с этой проблемой борются, и, конечно же, очень много продуктов приходит оттуда, продукты не сертифицированные, и, конечно же, попадая к нам на стол, вот эти куры огромные, эти окорочка, эти соя, кукуруза, это все, конечно, не очень здорово. И я бы хотел обратить внимание еще на то, что существуют у нас фрукты и овощи, а также существуют организмы. Вот, например, бывает помидор-овощ, который вырос у вас на грядке, а бывает помидор-генномодифицированный организм, в который внедрен ген земляной бациллы. И этот помидор, он выращен в теплице, и он не гниет, он просто постепенно усыхает, у него нет тех качеств, которые есть у обычного помидора. Вы хотите сказать, что все, что выросло в теплице? Ну, может быть, не все, но очень много продуктов, которые выращиваются искусственным образом, конечно же, они выращиваются уже по современной технологии. Ну, стоит от этого отказаться? Ну, зимой вообще помидоры, конечно же, неестественная овощ на наших столах, поэтому я все-таки отношусь к этому с какой-то... Переключаясь на позитивную тему, как ты столкнулась с вашим описанием, и, знаете, подняла себе настроение, что помидор капризный, огурец вредный. Продолжите, пожалуйста. Да, да, помидор, он любит обижаться на всех, потому что помидор, он очень нежный, он вроде бы такой, казалось бы, красный, но он очень нежный, с ним нужно нежно общаться. Лук, он капризный, он у нас вызывает слезы, конечно же. Ну, вот, для меня, в моем понимании, фрукты, овощи, продукты, они имеют свой характер. И этот характер можно положить на тарелочку, потому что, например, если мы готовим с вами какое-то блюдо с хорошим настроением, мы можем добавить немножко тепла, перчика, можем карри добавить, можем добавить других специй, у нас получится настроение. И вот каждый продукт, он свой характер имеет. Вот лук, например, возьмем, какой бы он ни был вредный и капризный, у нас даже слезы вызывает. А, например, стоит его только обжечь, и он сразу становится беззащитным. Он уже не имеет тех вкусовых качеств, скажем, как перец. Вот перец чили мы возьмем с вами, хоть в кипяток положим, хоть так он нам как сжег рот, так и будет жечь. А лук, он все, сдается. Он говорит, все, вот вы меня обожгли, я больше уже не буду с вами играть, и становится просто частью какого-то блюда, перенимая вкусы как раз-таки других продуктов. Я восхищена вашим повествованием. Одна из ваших поклонниц, Мерим Суинбаева, сегодня у нас в студии, давайте ее встретим. Она поведает о том, как она научилась готовить благодаря вашему повествованию. Спасибо. Мерим Суинбаева, добрый вечер. Такая же лучезарная, яркая, как и сам Даниар Диркенбаев. Вы впервые увиделись? Да. Долгое время смотрю его передачи. Он очень творчески относится ко всему, даже обычному блюду. Поэтому хотелось бы сказать, что очень хотелось бы на его мастер-класс попасть. Мне очень нравится, как он готовит, и неоднократно пробовала. Каким блюдом вы научились, приготовлению? Ну, я люблю вообще тыкву, его блюда из тыквы меня очень поразили. Вот только блюда из тыквы? Вот я сама люблю овощи очень много, поэтому люблю овощи. А так мясные блюда тоже отменные. То есть вы до Даниара Диркенбаева, до его программ, стейки не умели готовить? Никак. А сейчас со стейками дружите? Очень хорошо. Вот хотелось бы еще на мастер-класс, как я выше сказала, попасть. А у вас есть ребенок? У меня есть двое. Двое деток? Да, двое деток. И они являются наверняка критиками? Ой, они у меня мясо обожают. Без мяса один день не проходит. Вы не удивили, потому что в Кыргызстане обожают мясо практически все? Мои больше всех. Приготовлению стейков вы учились вот у Даниара, да, по программам? Ну, вот такая замечательная возможность. Я вижу, что вы немножечко волнуетесь. А что бы вы хотели Даниару сказать? Ну, я желаю процветания, чтобы вы были здоровы, долго жили. И чтобы были у вас хорошие ученики, чтобы последовали за вами. Были бы такими большими поварами, известными, как вы. Еще одна поклонница. Не обойдется и без второй поклонницы вашего таланта, и вашего творчества кулинарного. Сайра Шарипова. Вы поведали вот в нашей программе, нашей редакции о том, что ваш сын научился готовить благодаря Даниару Дзиркенбаеву. Все верно. Начну с того, что у меня четверо детей. Я мать четверых детей. А вот так даже и не скажешь. Да, спасибо. Включая мужа, они у меня все капризные. Кто-то хочет посочнее, любит, кто-то вкуснее, послаще. Но благодаря Даниару Кайратовичу у меня сейчас уже все получается. Все вот через YouTube я смотрю его передачи. Он не то, что как повар, он как и блогер. Он как человек, который пишет поэзии. Он дегустатор хороший, критик. Вообще как человек он очень простой, хороший. И все его вот эти рецепты, все они какие-то вот легко доступные. Тем более с такими продуктами, которые вот везде продаются. Кыргызстанские женщины вас любят. И я хочу сделать признание. Моя мама вот в этой же армии поклонниц. Потому что она окончила вашу школу кулинарную. И является самым ярым фанатом вашего творчества. И она просила передать. И она говорит, Ассоль, ты не представляешь. Это такой лучезарный человек. И я, по сути, в этом убеждаюсь постоянно. Вот если говорить о вашей поэзии. И вспомнить любимые стихи. Вы могли бы сейчас продекламировать? Ну, конечно, несколько строк. Одно из них я хотел бы рассказать о нашей жизни, о философии жизни. Поскольку это такая вот тема, которая всегда актуальна. Минут не жалеем, не видя конца. Короткий отрезок сознания. Рождается старость из тела юнца. Чтоб прахом окончить страдания. Чтоб пылью галактик продолжить свой путь. В обличье частицы нетленной. К великой звезде. Под названием Суть. В просторах бескрайней Вселенной. Спасибо. Замечательно. Мне очень приятно было слышать вас. Я почему-то продумала, что, когда будут у вас внуки, вы напишите, может быть, лучше даже, чем Джани Радари, сказку Чиполлина. И это будет, наверное, здорово и интересно. Пища вообще является связью между телом и духом. И вот я немножко знаю вашу биографию, и я в курсе, что вы поменяли профессию. То есть вы поваром были не с самой школы. И это очень важно, когда человек выбирает себе дело по душе. Это пример того, что вот его стремление, его душа приносит пользу очень многим людям. Поэтому хочется обратиться к нашим мужчинам, к мужьям. Пусть ваши жены всегда будут в хорошем настроении, поэтому и еда будет здоровая, приносит счастье, радость, и вы будете здоровыми. Абсолютно с вами согласен. Единственный момент. Я бы хотела, конечно, не согласиться по поводу того, что вы сказали, что мы идем по направлению к фудкорту. Я как раз последние несколько лет наблюдаю совсем обратное. На мой взгляд, как раз очень большое количество элитных, скажем так, дорогих заведений открывается, где экспериментируют с кухней, даже с молекулярной кухней, насколько я знаю. Хотя есть и заведения, где неоправданные высокие цены, но, тем не менее, я думаю, что это показатель, наоборот, скорее обратного, что мы растем, и жизнь в Кыргызстане улучшается, на мой взгляд. Поэтому и даже то, что вы вернулись сюда и сейчас работаете и занимаетесь своей профессиональной деятельностью здесь, на территории Кыргызстана, это, конечно же, огромная благодарность вам за то, что вы все-таки вернулись на свою исконную родину. И хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы и ваша семья в ближайшем будущем тоже сюда переехала, что будет показателем того, что у вас здесь все благополучно, и вы занимаетесь на этой земле, на своей родине, любимым делом, и поднимаете свою родную страну, и, соответственно, учите всех, как правильно питаться, и создаете какие-то, возможно, гениальные блюда, которые доселе нам всем были неизвестны. Поэтому успехов вам! Я искренне желаю, чтобы в скором будущем, кто знает, может быть, вы откроете свой собственный авторский какой-то ресторанчик, куда с удовольствием загляну и я. Спасибо. Спасибо большое за мнение. Вот яркая палитра мнений. Кого-то что-то задевает, да? Одни пытаются вот сказать вам комплиментарий. Когда вас видят ваши поклонницы, ваши завистники, и без них тоже, как говорится, творческому человеку скучновато, да, живется. Чем вы сталкиваетесь? Ну, вы знаете, я сам по себе, по натуре, по природе, ну, я человек не агрессивный, и... Не конфликтный. Не конфликтный, не агрессивный. Я не ищу никаких подлохов, я не ищу двойного смысла в сказанном. Мне, что люди говорят, я так и воспринимаю, и так и отражаю то же самое на людей. Я не стараюсь их обидеть. И, наверное, вот в этом общении для меня важно, для меня важна именно суть. О чем идет разговор, и о чем он может закончиться, и вообще нужно для чего-либо это. Если этот разговор бестолковый, скажем, если я вижу, что человек просто... Беспредметный. Беспредметный, он хочет просто, например, разжечь конфликтную ситуацию, лишить что-то, я могу просто извиниться извиниться и уйти. Для меня извиниться перед людьми нет ничего зазорного, потому что если тебе бьют по одной щеке, лучше поставить другую. Если отбирают верхнюю рубашку, лучше отдать и нижнюю, и больше не заморачиваться, идти дальше. Но больше стараетесь не пересекаться с этими людьми и не продолжать общение. То есть в этом панацея. Ну, в этом тоже есть свое разумное зерно. Это правда, что вот возвращаясь в Кыргызстан, изначально, после долгих лет жизни в Германии вам пришлось жить в отеле полтора года. Да, полтора года мне пришлось в отеле жить. И я очень благодарен тем сотрудникам, которые там работали. Благодарен компании Байтур за то, что она мне вот так помогла, поддержала меня. И, собственно говоря, президент этой компании, он мне дал удочку. Он мне научил ловить рыбу. Он мне не дал саму рыбу, не сказал, я тебе все сделаю за тебя. Он сказал, если ты хочешь открыть школу, я тебе помогу. И предоставил помещение, предоставил возможности. И первые вот эти семинары, первые курсы немецкой ульяной школы, они проходили там. И там нарабатывался именно вот этот авторитет, там нарабатывались связи. И, собственно говоря, оттуда вот с этой компанией я начал свой путь в Кыргызстане. Ну, мы изучили вашу траекторию. Я предлагаю сейчас всем зрителям взглянуть на экран и увидеть то место, где вам приходилось жить. И вот мы подошли к кабинету номер 6. Это был номер 6 ВИП, номер полурокс, где жил Даня Аркайратович Диркенбаев. И вот комната, где он нас отдыхал, проживал два года Даня Аркайратович Диркенбаев. Здесь он работал, созидал, отдыхал, мечтал, потому что этот человек приехал в Кыргызстан со своим интеллектуальным потенциалом. Она не боится клиентов. Она выходит на крахмалином фартуке с кепочкой, в перчаточках, готовит 2-3 вида горячего. Первого блюда, второго блюда на выбор, десерты. Подходит клиентам и спрашивает, вам понравилось или нет. Чему учит Даня Аркайратович? Даня Аркайратович учит людей именно работать профессионально, не бояться своих дел, своих плодов труда и смело спрашивать, вы довольны? И я рада, что Даня Аркайратович все это начинал в апартаментах вот в этой комнате. И его сердце всегда бьется. Кыргызстан, я люблю Кыргызстан, говорит мегачеловек, солнечеловек. Даня Аркайратович Диркенбаев. Приятно звучат эти эпитеты и отзыв от Гульбары Барктабасовой. Наверняка за это время у вас сложились уже теплые дружеские взаимоотношения. Да, конечно. И со многими сотрудниками этой компании огромной и с Гульбарой Ралиевной, конечно же, с президентом компании, с генеральным директором сложились теплые отношения. И я очень благодарен тому, что они мне помогли начать это дело, потому что я, когда начал учиться в кулинарной школе, я сразу, еще тогда решил, что те знания, которые я получаю, я должен ими поделиться, потому что немецкая или европейская система кулинарного образования отличается от местной. Как часто владельцы ресторанных заведений приглашают вас оценить и меню, и в целом вкусовые качества предлагаемых блюд? Ну, в последнее время меня все уже узнают в лицо, и поэтому, когда я прихожу в ресторан, все официанты бросают все свои дела и бегут меня встречать. Конечно, уже как тайный гость уже не получится, поэтому... Бегут встречать, а у поваров начинает очищаться сердцебиение. Начинает очищаться. Я предлагаю сейчас отведать и экспертам в том числе, кто рискнет отведать. У нас салат с семгой копченой, с овощами свежими, с руколой, с оливковым маслом, со свежей заправкой. У нас бараньи ребра сегодня. Мы сделали две подачи салата и две подачи ребер. Сейчас давайте попробуем. У нас такая коллективная дегустация. Вы представляете, что творится с нашими зрителями? Пойдемте тоже салат. Как-то вот в прошлом году мы участвовали в фестивале шашлыка, и мы были с Асоль как раз таки в жюри. И нам пришлось продегустировать такое огромное количество шашлыков. Просто горы мяса лежали на столе и было очень много команд. И, конечно, там тоже невозможно было объективно оценить, потому что, видя те лица, тот задор, тот свет из глаз этих людей, который исходил, невозможно было просто поставить какую-то низкую оценку. Ну, самое главное, мы вынесли справедливый вердикт. Справедливый вердикт. Если вы не хотите продегустировать, давайте вернемся на место, потому что ребята уже продегустировали. Да. Я так поняла, что они сейчас тоже будут вкусно рассказывать об этих блюдах и говорить о том, какие повара все-таки... Я представлю еще раз, это Азиз, Ислам и Разия. Разия Ахмадова является шеф-поваром ресторана «Москва». Замечательно. Мы потом накормим всю нашу дружную команду. Спасибо. А что с украп? Что с украп? То есть так посмеиваетесь. Говорит, дома вкуснее. Нет, супер, молодцы. Вкусно? Теперь только в Москву доходи. Да? На 8 марта я уже знаю, куда поведу своей супругом. Спасибо. Спасибо большое. Предлагаю взглянуть на экран. Мнение горожан. Если бы вам выпала возможность обучиться кулинарии. Все внимание на экран. Даже не думала об этом. Ну, я обычно готовлю корейское. Провь приготовила. Ну, торты печь. Ну, там печенье, торт. Скорее всего, сначала национальным таким, ну, манты, шаурма, что-то такое. Ну, как-то же, это не особо национальное наше блюдо, но не больше мясное. Какое хорошее, конечно. Например, научился бы тирамису, наверное, любимое мое блюдо. Корицу, духовки и пирог. Где больше проявляется интерес к этому искусству приготовления всевозможных блюд? У нас в Кыргызстане или в Германии? В Германии тоже очень высокий интерес к приготовлению блюд, но там несколько другая система обучения. Там люди ходят блоками, ну, скажем, блок центрально-азиатской кухни, да, люди пошли туда, изучают. Потом блок, скажем, среднеземноморской кухни, блок японской кухни и так далее. Там немножко другая система, поскольку люди там, скажем, они не интересуются основами производства и не интересуются продуктами. То есть это определенные акценты? Определенные акценты они там ставят именно на самом факте приготовления. А здесь же, наоборот, наших людей интересует, вот в моей кулинарной школе, когда люди приходят, их интересует сам процесс. Почему происходит превращение пищи и, скажем, продукта в пищу? Как происходит процесс варения, тушения, бризирования, поширения? Есть масса... Почему, например, вареное мясо отличается от жареного мяса? Почему колбаса вареная красного цвета, а мясо вареное серого цвета? Ведь это есть же какие-то здесь секреты, да? И вот именно с этих секретов начинаем обучать. И дальше они сначала хотят все, конечно, на практику, хотят сразу все готовить, хотят сразу все варить. И хотят быть все профессионалами. Профессионалами, да. Но потом, шаг за шагом, я вижу, что им становится это интересно, мы начинаем изучать блюда, мы начинаем изучать историю блюд, как это все. И, в общем, в этом плане, потом через две недели мы просто не можем расстаться, потому что мы такими друзьями становимся хорошими, что просто расставание уже для нас становится тяжелым. То есть вы хотите сказать, что родни у вас и в Германии, и в Кыргызстане очень много. Много, да? Ну и завершая на мажорной ноте, хотелось бы еще раз попросить продекламировать строки и стихотворений любимых, да? А позднее мы будем вручать вам презенты. Спасибо большое. Ну, конечно, из любимых, я вот о философии вам немножко рассказал, хотелось бы рассказать немножко о родине, потому что Кыргызстан родина, я по ней скучаю, и я не вижу себя без Кыргызстана. Я кыргызской землей пропитался до мозга. Это горы мои и родная земля, ведь без Родины в сердце прожить невозможно, потому что без Родины был бы не я. Мне достался от предков завет в этой жизни, что прожили на свете, умножив свой род. Помню, где бы ни был, о любимой отчизне и любить свой свободный кыргызский народ. Спасибо большое. Говорят, что от здорового питания здоровые мысли. Хотелось бы пожелать вам чистоты в голове, в сердце, в разуме и на улицах города. С вами была я, Ассоль Молдокматова. Мы будем говорить откровенно ровно через неделю на телеканале НТС. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok